Дорожное движение В прошлую пятницу в Ярославле дорожные инспекторы дежурили в Красноперекопском районе. В первые 30 минут попадались исключительно трезвые. Но чем ближе было к полуночи, тем правильных становилось все меньше. Зачастую остановленных приходилось проверять и на наркотики. Патрульные машины то и дело отвозили подозрительных к ближайшему медику. Были и повторники, которые теперь уж точно сядут за руль нескоро. При операции «Бахус» водитель был остановлен. Остановлен транспортное средство под управлением водителя, который ранее уже был направлен в наркологический диспансер и было взять анализ у него мочи. То есть после проверки в наркологическом диспансере показалось, что он находится в наркотическом опьянении. Сейчас после остановки транспортного средства в данный момент водитель также управляет с признаками наркотического опьянения. Водителя составили административный материал и сейчас доставят его в наркологический диспансер. Еще одно плановое мероприятие сотрудники госавтоинспекции Ярославля привели по проверке рейсовых автобусов. Технические специалисты с помощью специальных приборов изучили токсичность выхлопных систем, пропускаемость света в стеклах и люфт рулей. Также от водителей требовалось предоставить удостоверение и страховку. С ростом аварийности проводится проверка выпуска транспортного средства на линию. В данном случае мы проверяли АО ПТП-1 города Ярославля, одно из крупных предприятий нашего города, пассажироперевозчиков. Проверялось техническое состояние транспортных средств, используем средства технического диагностирования. Это дымометр, лифтометр, прибор света. Аккуратно и быстро. Таков девиз водителей скорой помощи, ведь от их мастерства зависит жизнь пассажиров. В Ярославле прошли соревнования на звание лучшего водителя скорой. Среди испытаний – змейка, гараж, маневры в узком пространстве. Но самое главное – довести пострадавшего в целости и сохранность. Кто смог преодолеть все, расскажем в следующем сюжете. Заезды «Ралли-03». Под этим громким названием прошли масштабные соревнования бригад скорой помощи Ярославля, Рыбинска и Тутаева. Участники необычного конкурса соревновались не только в скорости, но и в качестве перевозки больного. Ведь это сейчас в руках фельдшеров тренировочный манекен, а завтра – человеческие жизни. Сотрудники госавтоинспекции и скорой помощи одними из первых прибывают на место дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди. И именно от слаженных действий и профессионализма сотрудников этих служб зависит зачастую жизнь и здоровье людей. В ходе мероприятия проверки подверглись теоретические знания и практические навыки вождения в экстренной ситуации. Как на реальном вызове водитель должен был суметь адаптироваться к ситуации и быть максимально сконцентрированным на цели для ее достижения. Максимально показать высокий результат, с максимальной скоростью выполнить все упражнения без ошибок. Самое главное, в машине будет на втором круге лежать манекен в виде больного. Главное, чтобы он у нас не упал с каталог, там небольшая хитрость. Манекен не пристегнутый и ограничитель из каталога кубра. То есть практически на голой доске. Профсоюз работников здравоохранения тесно сотрудничает с госавтоинспекцией, потому что только слаженная работа разных ведомств гарантирует своевременную помощь людям. Именно поэтому сотрудники ГИБДД впервые входят в состав жюри конкурса. В жюри входят сотрудники нашей автоинспекции ГИБДД, которые следят за правильностью выполнения и маневров, и правильностью знания теоретических основ правил дорожного движения. Также работники скорой помощи присоединились к акции «Засветись» от ГИБДД и призвали пешеходов носить световозвращающие фликеры, чтобы избежать травмоопасных ситуаций на дороге. Будь заметней в темноте! Засветись! Обучение детей безопасности на дороге – одна из основных задач инспекторов ГИБДД. Как показывает статистика ДТП, несовершеннолетние по-прежнему остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма для воспитанников групп дошкольного возраста Рыбинская школа номер один провели акцию под названием «Школа грамотного пешехода». В ходе мероприятия в детских тематических уголках инспектора госавтоинспекции напомнили детям о соблюдении правил дорожного движения и на наглядном примере рассказали, как нужно себя вести и что нужно делать, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие. А в Гаврилов-Яме прошел второй этап конкурса фестиваля «Безопасное движение – это жизнь» для дошкольных образовательных учреждений. 90 мальчишек и девчонок из 9 детских садов района повторили дорожную грамоту. Активисты родительских комитетов в этот раз не только стали главными помощниками в подготовке к конкурсу, но и активными болельщиками за свои команды. Водитель красного седана не справляется с управлением на участке кругового движения и сталкивается с легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибывает сотрудник ГИБДД. А чтобы все знали ПДД, сотрудники уже настоящей госавтоинспекции Гаврилов-Яма проводят тематические мероприятия для самых маленьких участников движения. Ребята одеты в яркие жилеты и защитные перчатки, участвуют в эстафетах, викторинах и творческих конкурсах, в ходе которых учатся вести себя на дороге. Дорогу так прихожу, сначала влево гляжу, и если нет машины, дойду до середины, потом смотрю внимательно, направо обязательно, и если нет движения, шагаю без сомнений. Ребенок будет более самостоятельным, надо будет больше времени проводить одной на дорогах, на пешеходных переходах. Поэтому я считаю, это очень важно в настоящее время. Ну, ей самой это очень нравится, интересно. Мы всегда это поддерживали, и очень рады, что такие мероприятия, наконец, стали проводиться, так массово, хорошо. Соревнования проходят в популярном формате квеста. Команды девяти дошкольных учреждений перемещаются от станции к станции. Например, на одном из этапов детей учат правильно носить световозвращающие брелоки для заметности в темноте. А самые сложные задания помогают выполнять самые лучшие помощники. В мероприятии принимают участие и родители. И, наверное, когда дети видят заинтересованность родителей, главных людей в своей жизни, они, конечно же, относятся к соблюдению дорожной грамоты на проезжей части более внимательно. Сотрудники госавтоинспекции утверждают, что такие акции дают возможность рассказывать детям и напоминать взрослым о важности взаимоуважения пешехода и водителя, потому что это залог безопасности для всех. Примеры нашей программы «Патруль 76» смотрите каждую субботу утром. На этом у меня все. Берегите свою жизнь и жизнь окружающую. Редактор субтитров А.Семкин